Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере», я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы уже два понедельника пытаемся подойти к теме и Великого Поста, и к теме духовных упражнений, но через интересную призму на это все посмотреть и через интересную дверь к этому войти, через юбилей Ивана Сергеевича Шмелева, 150 лет которого празднуем мы в нашей культуре и в нашей литературе в этом году, и, конечно, вспоминаем его бессмертное произведение, самое известное, с которым ассоциировано его имя, произведение «Лето Господне». Мы поговорили и о самом Иване Сергеевиче, и в прошлый раз мы поговорили о Великом Посте, как он себя раскрывает в произведении, как его описывает маленький Ванечка и как его воспринимает. А вот сегодня мы поговорим, хотя еще до Пасхи далеко, но мы же прекрасно с вами понимаем, что вообще-то движение православного христианина всегда к Пасхе и всегда к Пасхе, которая не заканчивается. В идеале мы должны войти в некоторое состояние ума, в некоторое состояние сердца, свести ум с сердцем, при котором пасхальность и пасхальная радость и пасхальное мировосприятие станут естественными для нас. То есть, когда мы начнем на мир, на людей вокруг нас смотреть сквозь призму Пасхи, победы над смертью. Ну, самым ярким представителем, конечно, все сейчас вспомнили наверняка преподобного Серафима Саровского, который всякого входящего к Нему в келью приветствовал словами «Христос, воскресе, радость моя». Вот мы сегодня поговорим про Пасху в Лете Господнем все с тем же гостем, с кандидатом филологических наук, доцентом Самарской семинарии Екатериной Александровной Щепалиной. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте, Сергей, и рада приветствовать дорогих телезрителей. У нас так получилось замечательно с вами, что вот та практика, которую я сейчас на приходе, как бы вот ввел, начиная с рождественского поста, получается, 2022-2023, и Великий пост мы сейчас так проводим, я вдруг осознал в какой-то момент одну интересную штуку, что христианин о том или ином церковном празднике не успевают подумать и поразмышлять, а как следствие они, в общем, этот праздник пропускают. Ну вот, например, наступает Рождество. Весь рождественский пост, что нам говорит церковь, экран телевизора в виде там каких-нибудь православных передач, православных каналов, что пост – это твоя личная практика, ты должен сам себя структурировать, дисциплинировать, но как бы все вращается вокруг тебя, не вокруг праздника Рождества. По идее, ты через рождественский пост должен подойти к пониманию Рождества, к какому-то глубокому, глубинному осознанию события. Пасха – то же самое. То есть мы когда начинаем думать о празднике? На богослужении. Богослужение быстрое, динамичное, стремительное, благословенно царство и аминь практически через полтора часа, и все, для тебя заканчивается и праздник Рождества, и праздник Пасхи. И максимум, на чем он фокусируется, это что, придя домой после службы, мы можем поесть, попить опять же, посетить гостей, поваляться, наконец, включить телевизор, долго выключенный, например, постом, если это кто-то делает и практикует. И вот наш с вами разговор про лето Господне, мне кажется, очень правильно вот как-то ложиться в мою практику. Ну вот мы сейчас на приходе стараемся устраивать такие говения, когда мы по понедельникам, например, стремимся так или иначе осмыслять праздник, так или иначе осмыслять события, которые мы будем праздновать. Вот сегодня, незадолго до Пасхи, мы будем с вами говорить о пасхальности. Пасхальности, как ее понимал Шмелев. Вот давайте, может быть, прямо с места тогда и в карьер. Что же такое пасхальность для Шмелева? И что вообще такое, и почему особый акцент он делает на именно этом празднике? Я думаю, даже можно и шире посмотреть, да, это вообще пасхальность как некая категория русской словесности, и об этом есть достаточно, кстати, уже много работ в литературе ведения, например, вот у Ивана Андреевича Исауловы есть интересный труд, да, на эту тему. То есть мы видим вот это состояние, да, человека, не только русского, но мы говорим сейчас о русском писательстве, да, когда внутренние поиски героя, несмотря на любые жизненные обстоятельства и страдания, вот эту личную Голгофу направлены на поиск высшей ценности. Да, может быть, начиная с древнерусской литературы, это, конечно, очевиднее, и там 17-18 век, так называемого, условно, да, уже светская литература, это не так видно, но вот на уровне даже подсознания культуры, да, все равно писатель проговаривается, мы это наблюдаем, да, то есть вот, условно говоря, древнерусская литература, там, да, доктора Живаго Пастернака, да, все равно человек движется вот к некой высшей ценности, которая для христианского представления, это и есть некая вот личная Пасха, да, и поэтому пасхальность, это одновременно, наверное, вот эта внутренняя радость, да, которая, с одной стороны, вроде бы, должна быть достигнута, то есть в полноту же мы еще не вошли, да, но мы к ней идем, и вот в процессе этого движения радость начинает усиливаться. Наверное, это очень такое странное состояние, потому что нам хочется радости здесь и сейчас, и, ну, наверное, всем людям, в большинстве своем, да, там, купил, съел конфетку, ну, вроде бы, порадовался минутку, потом утихло, а хочется, чтобы же не прекращалось, и вот в этом состоянии постоянно пребывать человеку в земном состоянии, наверное, невозможно, и вот усилия, которые человек делает в, условно говоря, хотя бы великопостное время, да, или там в какие-то другие время испытаний, то есть здесь мы как бы добровольно это делаем, да, но есть моменты жизни, когда нас не спрашивают, то есть у нас такой, условно говоря, жизненный великий пост может быть у каждого человека непредсказуемый, да, и вот внутри этого двигаться к личной Пасхе, наверное, сложнее, но тем важнее и, наверное, чувствительнее эта радость, то есть она потом настолько полной может быть, да, что человек, ну, действительно получает некое, не знаю, там, воздаяние, что ли, просто она может быть нематериальна, вот в чем проблема, да, то есть для современного человека такая, а где, я не понял, то есть воздаяние-то в каком месте, пожалуйста, назовите? Мартышка передает тебе привет. Да, 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 где? Сбербанк онлайн воздаяние или куда оно мне придет? Ну, в том-то и дело, что вот в реальную, в земной жизни, может, вообще не придет, да, и вот это ощущение, что человек с этим усилием и движением все равно пребывает в нарастающей радости, это, наверное, вот, ну, идеал, что ли, некий подвиг, что и сделал, я думаю, сам Шмелев, потому что «Само лето Господне» он, кстати, не за год написал, да, там работа шла достаточно долгая, вот, с 1927 года, да, и публикация в Париже первая в 1948 году, издательство имя Кпресс была. То есть видно, что человек сам двигался вот к этой личной Пасхе через множество трагедий, да, через эпопею, которую мы упоминали, да, о солнце мертвых, теперь пришел к солнцу живых, да, это вот длительный процесс, и что интересно, в России этот процесс еще больше затянулся, то есть у нас движение к этой Пасхе в советское время было затруднено, мягко говоря, и первая публикация «Лето Господне» полная именно, да, аж в 1988 году была, да, там частично это пораньше выходило, но вот о полной можно с этого времени говорить, и сам Шмелев на родину вернулся, ну, уже в качестве, скажем так, человека неживого, да, мягко говоря, да, то есть он был в 1950 году в Париже захоронен, да, а затем уже в некрополе Донского монастыря вот с 2000 года его останки перенесли. То есть получается, что достичь вот этой Пасхи-то и не при жизни, может быть, получится, да, и где вот это вот внутреннее состояние, как его найти, это тоже большой вопрос, который каждому решается лично. Это Шмелев, вот, собственно, если вернуться к «Лето Господне». Да, то есть, опять же, это не какое-то рациональное исследование, да, там, сегодня я не поел столько-то, прошло время, там, минут 15, убавилось несколько калорий, я встал на весы, и вот я почувствовал радость. Нет, так не работает, да, и мы видим, что через, опять, сознание ребенка, которое как раз нерациональное, да, и, наверное, наиболее близким является вот к этому первородному, что ли, состоянию Адама до грехопадения, когда он более-менее чисто еще видит этот мир. Вот здесь, наверное, полнота Пасхи, она проще достигается, потому что ребенок не обременен вот этими земными заботами и грехами. Хотя, что важно, даже какие-то мелочи, которые для нас со стороны кажутся, ну, ерунда, да, мальчик осознает очень остро. И есть, например, эпизод, когда он там пост нарушает, а он уже начинает говеть, потому что вот семь лет исполняется, да, и нужно уже, так сказать, честно приступать к исповеди причастия, и он Горкину рассказывает, что у него проблема вот такая есть. Он говорит, да ты молодец, а ребенок-то, да, значит, не погрешил, не то, что он рейка дурак. Вот, а он говорит, а я, и начинает плакать, да, в этот момент, а я ветчинки съел кусочек. Вот, и он ему говорит, да что ж ты, ребенок, да, ты же, говорит, со слезкой покаялся. И вот, говорит, Господь тебя простит. То есть, вот такое состояние, да, когда даже вот какая-то мелочь воспринимается очень остро. Ну, кто-то может осудить и сказать, что ребенка в чувство вины вогнали, да, там, с младенчества, и он уже от куска, там, ветчины колбасы умирать начинает. Но здесь дело-то не в этом, да, что он воспринимает вот даже какие-то бытовые элементы очень трепетно, да, то есть это не о вине речь, да, то есть надо вот правильно, я думаю, читать Шмелева, быть, скажем так, адекватным тексту, потому что мы, к сожалению, сейчас, это касается и многих филологов в том числе, то есть профессиональное чтение у нас тоже непогрешимо, мы начинаем вчитывать вот некую современную культуру с позиции, там, человека, не знаю, там, психологически ущемленного, да, ребенку не дали съесть. Что это такое вообще, я не понимаю, да, там, запреты одни, да, он будет там к психологу ходить, наверное, пожизненно после этого. Ну, кстати, я прошу прощения, что перебиваю, но вот мы тоже проводили, я проводил лектории для прихожан, для участников клуба на тему того, что чтение, чтение как молитвенная практика, или чтение как духовная практика, и мы разбирали, что, ну, то есть вот процесс усвоения некоторой идеи, он очень похож на процесс усвоения пищи, то есть вот мы, например, берем, ставим перед собой тарелку, там, не знаю, салата какого-нибудь огуречно-помидорного, часть этих огурцов и помидор, ров, ров, короче говоря, помидорно-салатной вот этой смеси становится тобой, вот, да, то есть она станет навсегда тобой, что-то твой организм, понятно, выведет как некий шлак, но часть в виде там всяких микроэлементов и прочее станет тобой. Вот идея евангельская, если мы говорим про чтение священного, сакрального текста, или идея того же лета Господня, если мы говорим про него, она тоже должна быть как некая медитативная, то есть практика размышления, практика разжевывания и усвоения этой пищи. И вот к вопросу о том, почему даже профессиональная комьюнити филологов тоже страдает, потому что очень сложно, мы вот определялись, почему читать сложно, потому что есть мысль автора, есть мысль бессознательного автора, вот, то есть то, что автор на бессознательном уровне туда, может быть, вложил посредством конкретно употребленных слов, и есть твоя личная мысль. И главное вот на первом этапе операция, операция препарации, то есть отделить твои мысли от мысли автора и, может быть, не заниматься там бессознательным автором, потому что, ну, понятно, что у Шмелева есть некое биографическое прошлое даже в виде того, что вот похороны отца, потеря отца, это как личная Голгофа, и понятно, что это травма для, и, может быть, и неосознаваемая, и непроживаемая самим Шмелевым. Ну, это я просто вот к тому, что почему нам иногда бывает очень сложно и тяжело читать. Конечно, то есть если говорить о, так сказать, рядовом читателе, да, и о профессиональном, это всех настигает, поэтому вот известный филолог Сергей Сергеевич Аверинцев говорит о том, что, в общем-то, филология – это еще служба понимания, да, то есть нужно как-то уметь разделять вот собственное воззрение, да, и неким усилием это достигается. Это, скажем так, наука такая по-другому точная, что ли, да, то есть здесь субъективность избежать очень трудно, но постоянно преодолевать это приходится, да, усилием вот личностным таким, и очевидно, что здесь для Шмелева вот это восприятие, да, там, нарушений каких-то или наказаний – это как раз-таки попытка вот воспитать личность и добыться вот этого вот трепетного отношения, да, то есть здесь как раз страх Господень, вот в том самом понимании новозаветном, да, о котором мы говорим, то есть это не страх, там, наказание, что тебя после этого чего-то лишат, да, там, накажут, ай-яй-яй, вот, а здесь именно человек в итоге должен пойти к ощущению того, что любимого оскорбить не хочется, да, и вот это вот ощущение, что любимый – это и отец, да, там, и Горкин, и все люди дворовые, то есть он любовь к русскому народу в первую очередь, да, впитывает, и, конечно, к Христу, да, вот, вот, что должен человек в итоге почувствовать. И, кстати, приближаясь к Пасхе, мы видим, что мы не только двор за Москворечьей наблюдаем, да, и дворовых, про которых вот мы частенько говорим, но еще, конечно, вот это храмовое пространство, оно там достаточно ярко проступает, то есть без этого не приходит та самая Пасха, которая вот в сознании именно христианском существует, то что же есть тоже такая мысль, да, о том, что, ну, все внутри вроде бы, да, но так никто и не говорит, что внутри нет, да, то есть есть просто еще пространство такое, когда ты еще глубже погружаешься вот в это состояние, да, и именно вот в храмовом пространстве это и происходит, и мы знаем, что и семья Шмелевых в этом участвует, да, это Казанский храм за Москворечье, он там как раз на страницах текста проступает, и мы знаем, что и отец помогал в благоустроительстве, то есть, в общем, это не просто, знаете, деятельность такая, зашел и вышел, да, там, послушал, что-то пробубнили полтора часа, и все, это реальное участие, и не только вот евхаристично, но и в приходской жизни, то есть человек хочет украсить это место ради того, чтобы воздать честь Богу, и мы знаем вот этот эпизод подготовки к Пасхе, очень активно, кстати, в тексте он описывается, да, то есть вот страстные хоть не идут, да, и, в общем-то, наверное, особое такое скорбное, может быть, состояние, но при этом внутреннее чаяние Пасхи никуда не девается, и люди пытаются не только там внутри дом украсить, скажем так, да, и все убрать, приготовить, но и сам храм, да, и там иллюминации устраиваются интересные, да, там украшают его, и видно, что человек даже не боится там, может быть, с колокольни упасть, да, и на крест полезть, и вот говорит об этом Шамелев, говорит, я знаю, все это для него, да, для него с прописной буквы, и Ганька на крест полез, да, там и Василий Васильевич работает, и отец все делает, то есть не просто так, не для того, чтобы там только, как говорится, да, бабосы срубить, у нас есть такое любимое занятие современных людей, вот, которых вроде бы тоже не проживешь, да, вот, а здесь как бы все естественно, что ли, да, то есть нет какого-то принуждения, насилия, что ли, над человеком, то есть все гармонично происходит, и да, действительно есть и благоденствие, да, то есть есть и средства, есть и, видно, некая тучность, упитанность, может быть, да, там стола, вот, которая, к сожалению, мы знаем, может и исчезнуть, и вся остальная жизнь Шамелева нам об этом говорит, что вот он очень сильно нуждался, да, но и в том состоянии пасхальность, да, и в этом, хотя это трудно, конечно, да, то есть с благами земными проще воспринимать, наверное, какие-то, хотя тоже вопрос, да, можно заесться, да, и к вопросу о том, что, наверное, дореволюционная Россия в этом состоянии, может быть, в каком-то смысле и пребывала, да, то есть это стало настолько повседневным, что все есть, да, все доступно, храмы открыты, а потом, знаете, вот эти разрушения начались, да, и вот мы знаем, ну, примере той же Казанской церкви, да, в которую Шамелев ходил, да, в 72-м году вот она разрушена была, сейчас там недалеко только вот часовня есть казанская, вот, ну, то есть понятно, что есть попытки воссоздать, но в том ли благолепии, да, воссознан, большой вопрос, и значит, что работать-то очень много предстоит, да, то есть по сути это вот некая эстафета, что ли, которую мы перенимаем, да, и продолжаем участвовать в этом благоукрашении и вот земном, и небесном в идеале, вот. Я вот слушаю, и тоже мне мысль сейчас пришла, ну, она, в общем-то, может быть, и банальной, не слишком новой, но не лишним будет ее напомнить, что лето Господне, вот, опять же, оно же там закольцовывается, оно начинается постом и заканчивается постом, то есть как некая разомкнутость этого самого года, да, то есть некое новое движение, некий новый путь открывается, этим новым путем открывается книга, и этим же новым путем она заканчивается. И если посмотреть на Великий пост вообще в целом, как на такой круг, то вот он начинается с недели о страшном суде, ну, там есть одна из подготовительных недель, которая, вот, говорит, там, читается притча о страшном суде, и мы здесь уже тоже размышляли на эту притчу, над этой притчей, что, оказывается, главный индикатор божественного суда – это насколько ты сбылся и стался как человек, насколько сияет твоя человечность. А мы прекрасно понимаем, что человечность, она же как бы вот себя проявляет, не только в том, что, там, я могу сочувствовать собачке со сломанной ножкой, там, или еще что-то, человечность, она себя проявляет, например, в том числе, насколько ты вот этот вот стол, которого так много в лете Господне, можешь разделить с другим, можешь разделить с нуждающимся, с тем, кто становится твоим по духу. И вот когда я, ну, то есть мы подходим к Пасхе, когда я вот сейчас слушаю вас про вот эту пасхальность в русской литературе пасхальной Шмелева, то, конечно, ощущение складывается, что мы нам поставили задачу или поставили перед нами проблему, вопрос, очеловечен ли ты, и все дальнейшее движение к Пасхе, и Пасху-то мы можем встретить только очеловечившись. И это и есть пасхальное сияние нашего нутра. И не даром, может быть, именно поэтому Иоанн Златоуст, послание которого мы читать будем на Пасху, он же громко, как бы там, возглашает, вопиет к народу, придите все, постящиеся и не постящиеся, пир уготован. Те, кто пришли там в первый час, получит там, значит, то-то. Те, кто пришли там в третий час, тоже не стесняйся, подходи. Кто пришел и в одиннадцатый час, да не стоит там вот где-то вдалеке. Никто не должен от этого пира отойти неутешенным. Вот мне кажется, может быть, Шмелев это так не описывает, но посредством вот этих вот красивых столов, этого такого пира веры, вокруг которого собраны главные герои, как будто бы проступает вот та самая человечность, о которой говорится в притче про страшный суд. Да, я думаю, это действительно так. И вот этот рок изобилия, который еще в языческом, так сказать, сознании может интерпретироваться, здесь, конечно, другими наполняются моменты. Потому что если мы будем только лишь стол видеть, да, как, к сожалению, можно, так сказать, формально прочитать текст, да, это вот какое-то языческое чревоугодие получается, да, служение там, стомаха ради, как говорят, да, там. Вот. А здесь получается, что речь идет, конечно, о неком восхождении и пиры веры как вот духовном состоянии, на которое могут быть призваны все, да. То есть любой человек, не случайно, кстати, отец Шмелеву устраивают эти, так называемые, столы для разных, да. То есть получается открыто все для любого человека. И на Рождество это может происходить, да, то есть на какие-то великие праздники, по крайней мере, да. Но вот сама вот эта вот интенция, да, то есть возможность человека пожертвовать ради других без какого-то возвратного, так сказать, состояния, да, там, без... Удивительно точное подобранное слово, что для разных, не для чужих, не для отверженных каких-то, да, то есть там не для людей второго сорта, ну давайте позовите там этих бездомных бедолаг, там, мнущихся у мусорных баков, а просто для разных. И это, мне кажется, тоже сияние Пасхи. Конечно. Вот, потому что пасхальная евангельская радость, которую несет Христос о том, что мы разные, и слава Богу, что мы разные. Именно в этом многоразличие это как раз и сияет Господь. Потому что принято же говорить тоже о неком избранничестве, да, то есть вот кто увидит эту Пасху, кто войдет в эту радость, да, но это вот и не нам решать получается. То есть как раз наша задача максимально вот открыться и другому человеку, и в том числе тогда и Богу, да, то есть здесь как бы невозможно разделить эти вещи, поэтому, кстати, в заповеди именно так, да, там сопрягается этот момент о любви и к ближнему, и к Богу, конечно. Конечно. И вот момент, я не знаю, вот самой судьбы Шмелева, хотя вроде бы пасхальность-то мы сказали есть в состоянии его, но вот он заканчивал свою жизнь в достаточно тяжелом состоянии, да, там уже супруга умерла на чужбине, да, многие могли, может быть, и отвернуться где-то от него, да, хотя мы понимаем, что внутренний усилий он, конечно, предпринимал. Еще так к вопросу о том, что вот это изобилие и перевер, он может действительно и быть в земной жизни, а может и не быть, но это не значит, что в итоге нет Пасхи, да, то есть вот очень важно, потому что очень много людей сопрягают, ну, как бы вот наличие неких благ, да, но тоже такое сознание стереотипное в этом плане, потому что вот, ну, как же так, ветхозаветное, да, может быть, или там языческое тоже. Протестантское, они очень четко увязывают, если ты человек богатый, сытый, довольный, успешный, все у тебя в шоколаде, значит, это индикатор того, что тебя Бог полюбил, и ты предопределен к спасению. Значит, все делаешь правильно, да. Ну, а если мы посмотрим там на судьбу, допустим, Акима Анна, да, у которых чат нет, да, ну, значит, погрешили. Да, да, да. Который, мягко говоря, совсем был не в фаворе, и его никто на руках особо-то там не носил. Может быть, и кричали ему «Асанна» при входе в Иерусалим, но эти же самые люди через три дня будут кричать «Распни». И поэтому как можно здесь увязывать, например, христианство, веру и внешние гарантии благополучия и достаток и прочее, когда тот, в кого ты веришь, совсем другой образ явил. И вот я, прошу прощения, перебил я про Ивана Сергеевича. Вот он умирает. Есть какие-то воспоминания очевидцев? То есть вот он, написав «Лето Господне», например, да, пережив вот эту пасхальность, восприняв ее, перейдя от солнца мертвых к солнцу живых, он умирал-то каким? Счастливым, несчастливым, спокойным, неспокойным. Как себя проявляла эта пасхальность в его последние годы? Ну, я думаю, здесь, конечно, вот докопаться до каких-то эпизодов глубоко внутренних будет очень сложно. Но я думаю, это как раз, как говорит Ивана Сергеевич, человек есть тайна, да. То есть это некое внутреннее состояние, о котором мы можем только догадываться. То есть внешне было так, а внутренне, я думаю, человек, который всю жизнь работал над собой, хочется верить в то, что он в этом внутреннем состоянии пасхальности и умирал, да. Хотя, что интересно, да, внешние вроде бы данные нас могут путать, да, потому что очень же часто мы сопоставляем, если так, значит и внутри все плохо. Я думаю, что, конечно, ощущение внутренней боли и скорби его никогда не покидало. И это и очевидцы говорят, это видно на лице. Вы посмотрите, как изменились его фотографии, да, там, до эмиграции и после. Он практически там внешне в старика превращается, особенно узнав там о гибели сына, да, и болезнь у него появляется с язвой желудка связанная. Вот, то есть получается, что человек в каком-то смысле внешне-то меняется, да, но это не значит, что он не может совершить вот этот порыв к Пасхе. И одно из свидетельств интересных есть, да, когда он решает переехать под Парижем в Покровский монастырь, и именно там он умирает в первый же день, приезжая в обитель. И вот монахиня вспоминает Феодосия этот момент, что это, конечно, было промыслительно, то есть как будто он приехал умереть под Покровом Богородицы. Вот, и это его, так сказать, последнее место назначения. То есть он приехал, назовем так. Но если есть надежда, что приехал, значит достиг. Вот мне хочется так верить. Вот, поэтому это интересно тоже. И промыслительно. Ну и, по-моему, Карл Густав Юнг, если мне только память не изменяет, говорил о том, что невроз – это неосмысленное страдание. И, соответственно, когда страдание осмыслено, то есть когда оно вдруг в нем, в самом, в боли, в страдании проглядывает некоторое ядро смысла, тогда оно не становится неврозом, тогда оно становится, да, может быть, радостно-печальным существованием, да, тоска и грусть там по любимой жене, с которой 40 лет прожил, по любимому сыну, которого потерял и долго искал. Вот. Они все эти вещи сохраняются, и сама непризнанность его, ну, в смысле, отвергнута, то есть оставленность без родины, оставленность без этой самой русской культуры и смертной чужбини, вдруг вот осмысляются автором определенным образом через, опять же, практику припоминания, воспоминания, интенсификации, да, то есть когда мы делаем интенсивную работу собственной памяти. И вдруг ты понимаешь, что это как некий Китишград, он никуда особо не ушел, он внутри тебя и пребывает, и ты в нем можешь легко периодически укрываться от холода или от цинизма, равнодушия этого мира. И в этом есть тоже, мне кажется, определенная пасхальность. То есть, условно говоря, где бы ты ни оказался и в каких условиях бы ни пребывал, воскресшего Христа и радость от этого и встречи с воскресшим Христом у тебя отнять никто не может. Хотя для 20 века эта пасхальность тяжелая, да, то есть назовем так, с горчинкой очень сильной, да, для всех, я думаю, достойных людей, то есть не тех, кто шел на компромиссы с совестью, да, таких людей в Солнце мертвых даже Шмелев-то особо и не хочет напрямую называть, да, он там больше, может быть, говорить будет про павлина, корову, тамарку и курочек, да, вот эти люди, действительно люди тогда уже, да, заслуживают большего внимания, чем вот те нелюди. Вот. И весь 20 век об этом, да, там знаменитая Ахматовская, да, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Мне кажется, это вот этот вот весь реквием 20 века сплетается вот судьбами писателей, да, но надежда остается до конца и, собственно... Ну и в то же время Пасха-Воскресенье немыслимо без Пасхи креста. Конечно. Вот. Без Пасхи долгов. То есть это... Конечно, у нас же сейчас такое игровое сознание, да, более фрагментированное, то есть нас надо занимать, поэтому вот как бы вы бы за меня как-то вот пропаститесь, да, там за меня спортом займитесь еще, да, и вот в итоге какие-то бонусы мы все получим, возможно. Вот. Но это так не работает, к сожалению. Екатерина Александровна, вот и подошел к концу цикл наших с вами понедельничных бесед и встреч. Легкая печаль, конечно, меня посещает, что диалог наш прерывается, но с другой стороны, всегда его нужно оканчивать на ноте, когда хочется его продолжать. Тогда есть надежда на то, что мы встретимся еще и еще раз. Я благодарю вас за то, что вы, ну, так вот, сделали 3D-портрет Шмелева через рассмотрение его биографических каких-то вот фактов через рассмотрение лета Господня. Я надеюсь, что для наших телезрителей мы в том числе и какие-то важные духовные практики прояснили, какими можно сейчас достичь пасхальности, о которой мы говорили сегодня. Спасибо вам огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся в следующий понедельник на том же месте, в тот же час. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова